После прошлогодней паузы, связанной с пандемией, стадион «Юность» в Твери вновь стал местом проведения регионального этапа международного фестиваля «Лакобол РЖД». 15-й турнир, посвященный Году науки и технологий, в Российской Федерации собрал 24 команды футболистов 10-12 лет из разных городов и районов. За 20-й год юные футболисты очень соскучились по футболу, и «Лакобол» дает им шанс свои навыки показать. И команда, которая приезжает, она получает и футболки, и дипломы, и сертификаты участника, да, то есть огромное количество материалов. Федерация футбола города Твери выступила организатором регионального этапа фестиваля, который уже более 15 лет проводится компанией РЖД и футбольным клубом «Локомотив». Официальным партнером соревнований в Твери также выступил клуб «Тверь», представляющий в Рыкневолжье профессиональной футбольной лиги. Для футбольного клуба, безусловно, важно участие в организации таких турниров, прежде всего для популяризации футбола, для того, чтобы вот именно снизу поднимались, росли маленькие мальчишки, которые, может быть, свяжут свое будущее с профессиональным футболом, и тогда у них для этого есть хороший шанс оказаться в команде родного региона, чтобы представлять свой регион на уровне России, защищать футбольную часть Твери. Поэтому все начинается вот с таких детских турниров, в том числе и с «Локобола». Матчи областного фестиваля проводились по смешанной системе. Сначала состоялись предварительные игры по круговой системе в четырех группах, по шесть команд в каждой. Кто-то из участников настраивался только на победу, а кто-то старался просто получить удовольствие от футбола и от общения со сверстниками. Что нужно сделать, чтобы выиграть это? От чего зависит? Как думаешь? Ну, не знаю, от командной игры, а от силы, от того, что вместе будем играть. Надо больше всего забивать голы, чтобы обижать и не пропускать. Ну, мы просто пришли поиграть, покайфовать от футбола. Ну, да, хотим выиграть. В группе номер четыре вместе с мальчишками сражались единственная девичья дружина на этом турнире, представляющая Фировский район. Здесь всегда собирается много команд, и тем более из разных городов. Вот приехали чисто своей девичьей командой получить игровую практику. А мальчишки, конечно, все на порядок делают быстрее. И в играх как раз с ними у девчонок приобретается необходимый опыт игровой, который потом помогает им среди своих ровесниц, среди девчонок уже на должном уровне демонстрировать свое мастерство и добиваться каких-то результатов. После предварительного этапа состоялись матчи за призовые места по системе плей-офф. И в одном из двух полуфиналов команда «Тверской Шор» взяла реванш у команды «Ржева». Если на предварительном этапе воспитанники Михаила Черешнева уступили «Ржевским сверстникам» с минимальным счетом, то на этот раз выиграли, забив ворота соперников, два безответных мяча. В финале за первое место футболисты областной школы одержали победу над земляками из «Тверской звезды». Бронзу фестиваля завоевала «Тверская юность-2010». Четверку финалистов замкнули юные футболисты «Ржева». Нашей командой этот турнир был очень интересный. Мы заняли первое место. Нам очень запомнился матч с «Ржевым», когда мы выиграли 2-0. Это была очень яркая победа. Короче, мы молодцы. Теперь команде «Тверской Шор» под руководством Михаила Черешнева предстоит защищать футбольную честь Верхневолжья на межрегиональном этапе фестиваля «Лакобул-2021 РЖД».